привет всем сегодня у нас 7 августа и пришли мы собирать баклажаны хотим пожарить в этом году выращиваем баклажаны под укрывным материалом соорудили вот такую простенькую конструкцию и прикрыли сверху все укрывным сейчас в августе особенно пошли туманы каждую ночь утро очень сильные туманы чтобы наши баклажаны не болели мы их вот прикрыли укрывным это очень хорошо помогает именно от различных болезней грибковых в основном самый лучший баклажан в этом году который есть на нашей грядке это андрюша такие вот баклажаны выросли собираем через дня три или пять зависимости от того какая погода стоит такие вот очень они крупные увесистые красивые вкусные баклажаны урожайный это у нас сорт здесь тоже андрюша такие баклажанчики оголили вот эти все снизу стволы чтобы листьев там не было проветривание было лучше дальше у нас идут белоплодные баклажаны пеликан сейчас покажу вот такие вот баклажаны и вот белоплодные у них особая такая именно мякоть рыхлая такая вот очень интересные вкусные они здесь немножко подъели жуки колорадские так вроде бы все хорошо подкормку делали еще в июле агриколы подкармливали и больше никаких удобрений не вносили почвы плодородные поэтому в принципе все растет и без подкормок как бы переусердствовать здесь не нужно багира вот единственно здесь два кустика они немножко похуже растут наверное потому что меньше им солнце достается андрюша нет на солнце поэтому они наверное и получше растут вот такие вот баклажаны багира а это снова андрюша такие вот крупненькие прям замечательные следим также за тем чтобы землями в баклажаны этой грядки не пересыхала ну что баклажаны любят воду не переусердствовать опять же таки нужно именно с поливами но следить за тем чтобы всегда почва барала была такая вот влажная вот такие вот баклажанчики и сейчас пойдем их жарить теперь всегда жарю баклажаны без муки наши баклажаны чистим нарезаем небольшими вот такими вот кусочками затем мы их пересыпаем солью проходит 20 минут сливаем и отжимаем всю эту лишнюю влагу промываем их или обсушиваем а затем добавляем приправы любимые или соль и жарим без муки получается вот такая вкуснительна и баклажаны белые в целом хорошо растут постоянно собираем их немного завязи вот один кустик немножко начал портится тоже такие баклажанчики вот один может и не один даже листочек испортился в общем сейчас туманы пошли хоть и накрываем а туманище просто вообще страшные настолько страшные туманы дынька вот здесь лежит еще но еще как-то на не особо пожелтела какая дальше лежит здесь немножко перца растет кокоду один кустик всего баклажанчики такие вот тут вообще хорошие надо уже срывать большущий баклажан такой вот огромный это андрюша называется такие вот у него баклажаны в целом хватает там тоже такой огроменный баклажан там хватает небольшой такой кто даже это много 4 5 6 7 8 8 растений здесь даже 8 это тоже много оптимально 6 выращивать не хватит может даже еще меньше что в целом всегда есть через каждые три-четыре дня можно сорвать чтобы они не переспевали потому что если они переспеют вот эти баклажанищи вырастут очень большие они ну ты не как магазинные магазинные небольшие без семечек а вот вот эти вот на растениях все равно они в семена сразу начинают образовывать это не очень хорошо то мы не расслаиваются когда жаришь и общем лучше не перезревали чтобы там багира еще растет баклажан немножко там здесь еще кустик вот он не такой может не на солнце что шелесте плохие уже близится осень все-таки уже чувствуется что осталось каких-то две недели и сентябрь придет вот такой вот урожай вот этот белоплодный пеликан называется это андрюша такие баклажаны пузатенькие и багира вот они ведь какие-то такие вот ну помельче они и не такие пузатые это тоже наверно багира ну вот андрюша нет самые такие вот хорошие сейчас жарко опять поэтому собрали немножко баклажанов чтобы кустам было бы полегче но всем тем кому видео понравилось было полезным подписывайтесь на наш канал делитесь видео с друзьями и заходите все почаще в гости всем пока пока теперь всегда жарю баклажаны без муки наши баклажаны чистим нарезаем небольшими такими вот кусочками затем мы их пересыпаем солью проходит 20 минут сливаем и отжимаем всю эту лишнюю влагу промываем их и обсушиваем а затем добавляем приправы любимые или соль и жарим без муки получается вот такая вкуснятина